Привет, с вами как всегда я Илья и канал WorldStyle. Казалось бы, наш мир изучен вдоль и поперек и у науки уж точно найдется ответ на любой интересующий нас вопрос. Однако, как бы не так, до сих пор существует множество загадочных вещей и явлений, которые не имеют рационального объяснения. И о некоторых из них я сейчас вам и расскажу. Смотрите до конца, обещаю будет интересно, поехали! А перед началом просмотра хочу порекомендовать отличный канал, посвященный заработку в интернете. Хотите научиться много зарабатывать, тогда рекомендую подписаться. Общий стаж работы сотрудников на финансовых рынках более 120 лет. Бесплатная программа обучения шаг за шагом до первого миллиона. Тысячи положительных отзывов. Пройди первый урок по ссылке в описании и конечно же не забудь подписаться на канал! Кошачье мурлыканье Всем известно, что кошки всегда мурлыкают, когда им хорошо. Однако, как они это делают, никто не знает. В горле кошек нет никакого специального органа, чтобы издавать подобные звуки. Интересно, что во время мурлыканье нельзя прослушать сердце или легкие кошек, а само мурлыканье непрерывно на вдохе и выдохе. Ученые считают, что кошки используют голосовые связки, чтобы издавать вибрирующие звуки, которые мы слышим, как мурлыканье. Также, в ходе исследований выяснилось, что частота мурлыканье находится в диапазоне, необходимом для ускорения регенерации и заживления ран. Поэтому, ваша кошка, вероятнее всего, отличный доктор. Появление видов из ниоткуда Над этой загадкой ученые бьются уже много лет. Дело в том, что многие виды животных и растений на нашей планете просто появились из ниоткуда. У них не было предков, из которых они могли эволюционировать, и это ставит науку в тупик. Так было, например, с земноводными. Точно неизвестен тот этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным. А самые первые сухопутные появились уже с развитыми конечностями и хорошо выраженной головой. Причем сразу десятки различных видов. Потом, уже после предполагаемого катаклизма, примерно 65 миллионов лет назад, который привел к вымиранию динозавров, появляются сразу несколько различных групп млекопитающих. Загадка, да и только. Магнитный компас в коровах Вероятно, вы даже не задумывались об этом. В общем-то и никто не задумывался до появления Google Earth. Именно этот сервис позволил изучить тысячи снимков пасущихся коров, только не спрашивайте зачем, и обнаружить одну странную закономерность. Около 70% коров, когда едят или пьют, поворачивают голову строго на север или на юг. Причем это наблюдается на всех континентах, независимо от особенностей местности, погоды и других факторов. Из чего сделана темная материя Около 27% всей Вселенной составляет темная материя. Это такая штука, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. То есть темная материя не испускает свет вообще. Это свойство делает невозможным ее прямое наблюдение. Первые теории о темной материи появились примерно 60 лет назад, но ученые до сих пор не могут представить прямые доказательства ее существования, хотя все указывает на то, что она есть. Почему нам снятся сновидения? Некоторые люди считают, что сны – просто случайные образы и мозговые импульсы, в то время как другие уверены, что они несут глубокий смысл, такой как подсознательные желания, проблемы и переживания. Но так или иначе точного ответа вам никто не даст. Даже такие техники, как гипноз и осознанные сновидения не дают ответа. Изучением снов занимается специальная наука о нейрологии. Ученые в этой области единогласны в том, что сны символизируют что-то скрытое глубоко в психике людей, хотя что именно – так никто и не может сказать. Космический рев В 2006 году при попытке изучить юные звезды ученые столкнулись с проблемой – непонятный, загадочный шум, который мешал исследованию. Исследователи так и не поняли, что его создает. Конечно, звук не может путешествовать через космос, однако могут радиоволны. Но откуда, что их создает? Сумели выяснить только то, что эти волны не принадлежат звездам или другим космическим образованиям и явлениям, известным человеку. Почему у людей разные группы крови? Да, наука знает о группах крови многое, но не меньше вопросов до сих пор остается без ответа. Например, мы до сих пор понятия не имеем, почему они разные и зачем это нужно с точки зрения эволюции. Группы крови различаются по антигенам в клетках крови. Эти антигены представляют собой сигналы антител, которые разрушают чужие клетки в организме. Ученые не знают, почему эти антигены разные. Есть предположение, что они имеют какое-то отношение к заболеваниям и иммунитету. Например, выяснилось, что люди с третьей группой крови более восприимчивы к кишечной палочке, а с нулевой имеют почти полный иммунитет к одной из форм малярии. Ну что ж, вот такими были загадки современности, над которыми борются лучшие умы человечества. Напишите в комментариях, а какие тайные загадки знаете вы? Нам будет интересно узнать и ответить на каждую. А также обязательно ставьте этому ролику лайк, делитесь им со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших новых выпусках.